Я еще работаю в университете, поэтому я по дороге после университета к вам бегу сразу. У меня нет транспорта, чтобы было сюда добраться. Я на своих ногах сюда пришел. Поэтому я очень извиняюсь, что заставил вас ждать. Прежде всего позвольте мне поздравить вас за превосходное вчерашнее ваше выступление. Не только было прекрасно ваше выступление, но были очаровательны ваши костюмы, в которых вы представляли эту программу. Для Свами Россия была очень дорога. И когда Россия приезжает в таком большом составе, это всегда Свами делает счастливым. Вы проявляете свою преданность и любовь к Свами. Я молю Богована, чтобы он не спасал свою милость и любовь к вам и вашей семье. И мы, будучи тоже преданными Саи, мы гордимся и радуемся, что есть такие преданные из России. Хочу вам сказать, что вы являетесь примером для других также. Я хочу, чтобы вы продолжали в том же духе работать также. Я также хотел бы узнать о каких-то программах ваших новых программах. И я вот жду такой возможности, чтобы посетить Россию, приехать к вам. Ранее мы договаривались дважды о таких встречах, чтобы я приехал. Но пока оно не материализовалось. Наверное, Свами лучше знает, когда это должно произойти. Валерий Олегович несколько раз делал мне приглашение, чтобы я приехал к вам. И он мне давал приглашение официальное, чтобы я приехал. И я вам обещал, что я непременно приеду. Но я уверен, что сейчас с вами уже благословит, даст добро, чтобы я приехал. Я думаю, это произойдет. И я обещаю, что также я смогу посетить ряд центров там у вас. И чтобы все были счастливы от этого. В самом деле, единственное, что мне больше нравится в жизни, это это. Пропагация Сай-месседжей. Что мне больше нравится в моей жизни, это распространение послания с вами. Ничто другое так не привлекает меня, как то, что я могу распространять послание Бабы. Нет никаких сомнений, что Сатья-сай Баба – это Бог. Но у Сатья-сай есть миссия. И истинное поклонение – это участие в Его миссии. Мы не можем просто говорить, аплодировать, говорить Баба – это Бог. Но ведь самое важное – это Его миссия. И это есть Его миссия. Как преданных, это и есть наша миссия. И мы должны принимать участие в деятельности Саи в центрах, активное участие. И мы должны продолжать нести это учение и Его миссию в своих жизнях. И мы должны видеть, как миссия Саи распространяется день за днем все больше и больше. И мы должны быть преисполнены решимости и стараться как можно больше людей привлекать в это учение в наши центры. Также должны готовить новых будущих лидеров, которые также могли продолжать эту работу. Мы должны активно вовлекать молодежь в эту деятельность. И мы должны их интенсивно подготавливать к этому, чтобы они принимали в этом участие. Мы должны давать им возможность применять свои лидерские качества, проявлять их, чтобы они могли их почувствовать. Потому что завтра они будущие лидеры. И вот подытоживая это, есть три основные пункта. Первый пункт, что мы должны расширять нашу миссию деятелей. И мы должны все больше и больше поощрять, привлекать молодежь, вовлекать в эту деятельность. И третье, мы должны активно взаимодействовать. И третье, мы должны активно сами принимать участие в деятельности САИ. Я думаю, что мои друзья, я мог проинформировать о трех основных задачах, которые стоят перед нами сегодня. Деятельность очень важна, но она должна подкрепляться деятельностью САИ, миссией его. Если мы будем все сильнее развивать свою преданность, мы сможем заниматься любой деятельностью, брать на себя любую деятельность. И что очень важно сегодня, мы должны сконцентрировать наше внимание на духовной деятельности. И что я подразумеваю под этим? Увеличивать центры по баджанам, работу баджанам. Проводить вот эти тренинги по баджанам, лагеря. Как можно больше организовывать кружков духовной учебы. И также проводить семинары о единстве всех вероисповеданий. Организовывать симпозиумы, коллоквиумы или какие-то духовные собрания подобного рода. На тему служения и духовности. На тему духовности и повседневной жизни. На тему Сати Саи и философии его образования. На тему Сати Саи и аватар наших дней. На тему Сати Саи и золотой век. И мы должны организовывать подобного рода симпозиумы для этого. А также мы должны проводить творческие мастерские для нашей молодежи. А также развивать такие темы, как развитие личности. Управление умом. Такие темы, где бы затрагивались. Управление стрессами. Как их управлять ими. Гармония в семье. Единство в нации. Шаги к успеху. Управление умом. Управление умом. Это что называется медитация. Потому что по-разному это не так понимается. А вот управление умом, как-то это уже звучит иначе. Управление здоровьем. Здесь я подразумеваю йогу. Управление дыханием. Здесь я подразумеваю пранаяму. Поэтому используйте эти современные терминологии. Чтобы привлекать молодежь в ваши круги. И мои друзья, это вот то, к чему мы должны стремиться сейчас, сегодня. Мы также должны разнообразить нашу деятельность. То есть в полной осознанности в направлении жизни. Жить более осознанно. И двигаться вперед в современной жизни. Поэтому больше русских баджан также используйте. На арабском языке пойте баджаны. Как можно больше и больше. Конечно, нет ничего плохого, если будете петь баджаны, которые поются в Прошанте. Но очень важно больше баджанов на русском языке. Чтобы пригласить больше русских преданных в ваши круги. для этой деятельности. Конечно, это очень хорошо, если мы будем знать Веды. Но если даже вы не знаете, не о чем беспокоиться. Нет вообще необходимости беспокоиться. Бог же ведь тоже знает русский язык. Вы можете молиться на русском языке. И не надо обязательно молиться на санскрите. Он знает все языки. Поэтому не беспокойтесь, если вы не знаете. Например, я так же, может, не знаю. Но я себя при этом не чувствую. Это не унижает мое достоинство, если я что-то не знаю. Если кто-то говорит, вы не знаете? Да, я не знаю. Ну и что? И что тогда? Бог знает все языки. Поэтому не нужно делать санскрите. Нет, нет, нет. Не нужно делать санскрите. Поэтому больше важности придавать изучению. Если вы будете знать, это очень хорошо. Если будете повторять это, это так же будет хорошо. Если даже вы будете привлекать людей, чтобы они изучали, это тоже хорошо. Но это не является как бы пределом того, что вот вы должны именно это делать. И не должны преданные в России думать, что только именно через санскрит можно прийти в организацию САИ. И это никогда не произведет должного впечатления, если мы будем пропагандировать эту как бы религиозность. Поэтому надо что-то новое как бы преподносить в новом качестве. Потому что мы должны понимать то, что неприемлемо для данного народа, допустим, это никогда не произведет нужного результата. Поэтому нет необходимости, что неестественно для них. Поэтому здесь нужно как бы два направления придерживать. Одна для тех, кто уже как бы, ну, ветеранов, старичков, скажем так. Пусть это как бы идут так как идут, то есть изучают это. Как это было в древние времена. Потому что они уже достаточно укрепились в этом, они могут это делать. Но новая молодежь, более современная, скажем так. Которые не видели еще Свами. Которые не говорили с Ним. Которые не слышали о Нем. Для которых это все новое, все, что связано со Свами. У которых нет представления ни о Санскрите, ни о Ведах. И мы должны разработать такие процедуры, которые бы подходили им для их понимания. Надо разработать такие процедуры, чтобы, прочитав их, у них возникли вопросы. А что дальше? А как это? А не то, чтобы мы им как бы навязывали. А именно они сами пришли к этому. Потому что если мы будем настаивать на этом учении, что-то давать, то это будет подобно тому, как мы будем пропагандировать религию. Но это не желание Свами. Давайте придавать важность образованию общечеловеческим ценностям. И это очень важно. Именно в направлении образования общечеловеческих ценностей. Надо организовывать тренинги по общечеловеческим ценностям для докторов, для тех, кто задействован в профессиональной деятельности, в различным родам деятельности. Организовывать такие тренинги, чтобы было больше понимания этого. И в образовательной сфере также привносить эти тренинги по общечеловеческим ценностям. Эдюкара система. А также организовывать больше проектов служения, чтобы оказывать помощь бедным слоям населения. Поехали. 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 Я в вас, я над вами, я под вами, я вокруг вас, вы и я одно. Давайте всегда помнить это. Это дает нам гарантию, потому что это обещание, которое мы делаем. Это обязательство, которое стоит перед нами. Поэтому никогда не чувствуйте, что Баба где-то далеко от нас, что Он оставил нас. Но я уверен, что у россиян нет таких ощущений, потому что они верят, что Свами все еще здесь. И Он все еще защищает нас. И что Он все еще направляет нас. И что Он среди нас, внутри нас. Поэтому столько, такое большое количество русских преданных приезжает сегодня сюда. Это мои комплименты и поздравления всем вам, мои дорогие. Аплодисменты, возможно, из западных стран. Большое количество людей именно приезжает из России. По количеству. Исленный состав. И это действительно, это просто великолепно. Поэтому мои поздравления. Примите, пожалуйста. Потому что Вы проявляете к Свами всю ту любовь, которую Он изливает на вас. И я недавно был в Латинской Америке. И в Латинской Америке я посетил семь стран. И я могу с твердой уверенностью сказать, с твердым таким чувством, очень сильно, что организация Сатя-Сайя находится в большой безопасности. И очень, да, такой безопасности. И никто не может потрясти их. И никто не может вызвать сомнения в их, посеять сомнения в их умах. Это очень странно. И все больше и больше людей хотят узнать о Свами. И у них даже не возникает вопросов относительно сомнения, относительно божественности. Они очень четко ощущают, имеют опыт переживания с вами, очень глубокий. И я уверен, что подобные же чувства также есть у русских преданных. И во-вторых, в Латинской Америке Я не могу сказать, что я не испытывал такой любви, никакой любви, как там. Но что это за любовь? Это такая любовь, которая мгновенно притягивает вас в эти круги семейные, как семья, как одна семья. Я не знаю их испанского языка. А они не знают моего языка. Но вот этот язык сердца я чувствую везде. Я это уже десятилетиями ощущаю. И это я не чувствую себя каким-то иностранцем, находясь в такой атмосфере. И никто мне не кажется каким-то иностранцем. И мы чувствуем, мы взаимодействуем очень свободно. Вы не поверите. В аэропорту в Латинской Америке в семь стран, которые я посетил когда я переезжал с одного места в другое и когда я приехал в аэропорт, чтобы попрощаться они плакали. Подобно тому, как как будто члены семьи уезжают сейчас куда-то. Они не могли оставить меня, я не мог оставить их. И я таких чувств никогда нигде не испытывал, как, ну вот, может быть, только братские, братские такие чувства бывают. А так я нигде это не испытывал. И я знаю, я уверен, что подобного рода любовь царит и в сердцах русских преданных. И когда я говорю о них, это не говорит о том, что у вас нет таких качеств. У вас также они есть. Мы все едины. Несмотря на то, что это такая вот совсем недавняя была поездка, до сих пор эти как бы идеи до сих пор царят в моем уме. И у меня такое ощущение, что я до сих пор еще там в своем сердце. И такое ощущение, как будто я не возвращался оттуда. Мой ум до сих пор еще там. Все это благодаря их любви. Все благодаря этим добрым взаимоотношениям. И я видел лично своими глазами эти чудеса. И бухгалтер из Колумбии. Человек, который задействован в бизнес-сфере. Молодой человек. Его супруга доктор. И он пришел и сказал мне. Что он мне сказал? Этот молодой человек, у него были проблемы со здоровьем. И, по-моему, он также операцию перенес. Он уже был в лежачем состоянии. Он находился в коме. И ситуация была действительно очень серьезная. И одним утром доктор пришел, чтобы повидаться с ним. И спросил его. Я видел, как один человек заботился о тебе. Кто этот человек? Кто день и ночь заботился о вас все это время? Он говорит, я не знаю. Я же вчера еще был в коме. Я не знаю. Что я могу вам сказать? Когда он повернулся как бы в сторону. Над подушкой. Он увидел фото с вами. И доктор, увидев фотографию, сразу же сказал. Вот этот человек находился в палате и заботился о тебе. Он служил тебе все это время. Кто он? Он ваш брат? Кто же он? Он сказал, это мой Бог, Сатисайя, Баба. И этот человек сказал мне. Это был его личный опыт. На глазах. Со слезами на глазах. И этот человек, заканчивая как бы речь, вдруг попросил меня. Вы не могли бы приехать ко мне домой? Это как раз по дороге в аэропорт. Мы не задержим вас очень долго. Вы можете увидеть моего папу, который находится в преклонном возрасте. Но у Анил Кумара есть правило. Нет такого понятия, как нет. Он не говорит это. Я не говорю, нет, нет. Давай и сделаем это. Я сказал, давай, я приеду. И я поехал к нему домой. И я увидел там большое фото с вами. И я увидел, как из фото с вами начало материализовываться вип-хути, кум-кум, там-там-рик. И я своими личными глазами видел, как эта материализация происходила. И друзья, которые также присутствовали там, И они начали соскребать это вип-хути с фото с вами. И я сказал им, не надо как бы этого делать. Лучше соберите то, что уже упало, как бы на полу находится. Соберите это. Но не надо это делать с фотографией. Потому что, когда мы это делаем, это может прекратиться поток. И те друзья, которые были рядом, Они собрали это вип-хути И красиво упаковали его Для своих членов семьи. И вот впервые, когда это произошло Впервые это произошло в стране Колумбии. Это действительно фантастическое мистерие. И все люди узнали об этом. И это я сам лично видел. Я был на одном ретрите собраний в Колумбии. Это от Боготы где-то полтора часа езды. И там где-то около 250 ступенек, чтобы там еще преодолеть надо. И там есть зал для медитации. И пол покрыт мрамором. И в центре находится фото с вами. В окружении густой лес такой. Они говорят, Анил Кумар, вам тяжело будет эти 250 ступенек преодолеть. Я сказал, почему бы и нет. Почему бы и нет. Они сказали, нет, нет, нет. У нас есть крепкие парни. Вы можете сесть на кресло. И они понесут вас. Все эти 250 ступенек. И они приведут вас в зал медитации. Я сказал, хорошо, вы можете как бы забронировать. Если понадобится, мы задействуем их. Но не в другом случае, если вдруг понадобится. Удобнее сидеть. Но они заставили меня все-таки сесть на это кресло. И подняли это кресло. И каждую ступеньку за ступенькой вниз. Я, честно говоря, себя неловко чувствовал. Что, я так уже постарел? Я потом сказал, хорошо, я хотел проверить, насколько вы сильные, крепкие. А теперь я вам покажу свою силу. Дайте мне возможность, я сам пойду. И я пошел в этот зал медитации, который находился в гуще леса. А, прекрасный такой оздоровительный отдых. В смысле, место. Огромные деревья вокруг. Подобное такое ощущение ашрама. Ну, эрмитаж, это еще переводится как место, где можно одному побывать в спокойной обстановке. Уединение, место уединения. Это прекраснейшее было место для медитации. Также там и ужин, обед они организовывали, все там. И когда я вернулся, я уже не садился в кресло. Я сам пошел показать, насколько я силен, какой я молодой. И я вернулся в Боготу. В Колумбии, в Боготе. Они меня пригласили еще на одно собрание. Это такой медицинский центр. И где-то 500 докторов обслуживает этот медицинский центр. И эти доктора, они служат в обществе, они осуществляют служение в обществе. И у них также проводятся регулярные сатсанги. И они знают о миссии Саи. И они знают слова, которые мы используем. Они знают концепцию. И они пригласили меня на встречу с этими докторами. И, значит, напротив вот этих ступенек, там где-то 70 уже было ступенек. И наверху там большая аудитория находилась. Но я чувствовал, немножко болезненные ощущения были в ногах подниматься туда. Но я об этом, конечно, им не сказал. Да, я в порядке, у меня все хорошо. Это как раз дождик, дождливо было после дождя. А, начался дождь, они быстренько мне принесли зонтик. И открыт, красивая такая галерея открыта. Освещённая огнями, светом. И они хотели, чтобы я выступил перед докторами. И у меня было фантастическое ощущение и опыт, который... Это была сессия вопросов и ответов. Были очень-очень интересные вопросы. Очень глубокая философия ощущалась. Не какое-то поверхностное, искусственное. Были очень глубокие, глубокие вопросы. И я был очень счастлив. И потом в Боготе они организовали встречу в городе. Там уже была большая аудитория. Две тысячи людей присутствовало на этой встрече. И пространство было больше. Даже были оркестры, которые Баджины представляли. И они хотели, чтобы я там выступил. И я вот с одного места на другое вот так передвигался. Там было достаточно большое. И между этими беседами также участвовал и в Баджинах. Очень была интересная встреча такая. А, это такой город в Колумбии. Медиджин. Правильно. На самом деле очень красивый город. И у меня там также была встреча с общественностью. Мы там встречались. И я действительно получил наслаждение, находясь там каждое мгновение. А потом был другой город. Бокаро Манга. Это тоже в Колумбии. Тоже была превосходная встреча. Каждый день было по три встречи. Одна была для общественности. Одна для преданных. И одна для руководителей центров. И везде были также интервью на радио также были организованы. Я не знаю, что хорошего я делал в прошлой жизни. Но эта жизнь. Баба благословил мне такой возможностью посетить Колумбию. И там также, я знаю, есть такой известный танец. Но такой же, например, как в России. Балет. Называется это Баджаната. Колумбийская Баджаната. Это такой колумбийский стиль, танцевальный стиль. Но я не мог увидеть этот танец сам. Из-за того, что у меня не было времени, я не смог увидеть это все. И поэтому... Ну, так или иначе, я все равно побывал в Колумбии. Я также посетил Доминиканскую республику. В Доминиканской республике они также вот, ну, предоставили так большое здание. Ну, вот подобно тому, что позади нас. Также центральной такой аудитории большой. И там была такая встреча у нас. Я там, у нас было две таких встречи, где я выступал дважды. Потом они организовали еще одну встречу с общественностью. В Доминиканской республике. В Санто-Доминго. Это было замечательно. И что самое интересное, все исполнители, певцы, профессионалы и баджаны, которые они исполняли, были вот полной отдачей, скажем так. А было такое ощущение, как будто они поют и танцуют одновременно. И там невозможно сидеть и спать. Ты в таком состоянии находишься. Такое ощущение, как будто они призывают, давай и танцуй с нами вместе. Это действительно был удивительный опыт. В Санто-Доминго. В Санто-Доминго. В Доминиканской республике. Потом мы поехали в Венесуэлу. В Венесуэле, в Каракасе. Там также в Каракасе была организована большая встреча с общественностью. И там, мои друзья. Там также была группа молодежи, молодежная группа. Они исполняли Веды. Более часа исполнение было Веды. Намного лучше, чем даже это делают в Индии. Я был просто удивлен, как это вот так. Вы исполняете Веды. Люди, говорящие на испанском языке, исполняют таким образом Веды. Совсем молодые люди. Просто невероятно. И поэтому мой визит в Каракас, в Венесуэлу, также был очень удивительным. И тогда, потом, следующий город был Маракай-Боу. Тоже в Венесуэле. И вот в этом Маракай-Боу у нас также была встреча с общественностью. Это тоже было очень великолепно. И они как бы обратились ко мне. И после этого я посетил Перу. И там, в Перу, были молодые девушки, которые также исполняли. Они носили в руках большие тома, баджан. И многие знают по сотне баджан. Молодые девушки. Они просто без остановки продолжали петь и петь. В Лиме, в Перу. Лима, в столице Перу. Это действительно центр соловьев, певцов. Потому что действительно было ощущение, что вот такое было. А потом у нас была встреча в селении одном, в деревне. Тоже было очень замечательно. Потом я посетил Эквадор. И вот в Эквадоре. Были молодые люди, подобные мне, моего возраста. И они были такие, достаточно реагировали. Они, ну, как бы везде меня водили. А потом мы поехали в Эль Сальвадор. Ой, там вообще мы еще лучше время провели. Потом я поехал в Мало. Мало. В Гватемалу. В Гватемалу. Там тоже было очень много программ организованных. Извините меня. Извините меня, если я очень много вам говорю о своем опыте пребывания в этих странах. Вам рассказываю сейчас об этом. Пожалуйста, простите меня, если вдруг я слишком много об этом говорю. Я не говорю при этом, что вы ничего не делаете. Я пришел, чтобы увидеть, что вы делаете. Чтобы потом рассказать другим, что вы делаете. И сегодня, сегодня в мире, сегодня британская BBC, она очень популярна, мы знаем об этом. Но в мире Саи, ABC, также очень популярна. Анил Кумар. Такая вещательная станция, как Анил Кумар, тоже стала популярной. В мире Саи. Поэтому я хотел вот немножко больше деталей вам рассказать о Гватемале. Очень много интересных вещей, которые имели место в Эль Сальвадоре. И о молодых ребятах из Эквадора. Эти семь стран, которые я посетил. Они до сих пор еще у меня в голове. Хотя, несмотря на то, что я уже неделю назад как вернулся, это все до сих пор еще у меня в голове. Я вот настолько как бы проникся всем этим. Это настолько как бы в мою жизнь вошло. Потому что любовь это Бог. Потому что Бог это любовь. Живите в любви. И вот это вот то, что было в Латинской Америке, я ощутил. И я очень многое ведь у них научился. А также теперь позвольте мне и чтобы я узнал о вас также столько же. Также позвольте мне насладиться, пребывая в вашей компании. И узнать о вашей преданности. Насколько она прекрасна. И я желаю, чтобы как можно скорее, я как можно быстрее приехал и посетил Россию. И я уверен, что это в самом ближайшем будущем произойдет. И мы готовы. И после этого, как я вернусь, я при исполненной решимости всем буду рассказывать, вот что имело место в России, как это происходит. Не просто буду говорить об этом. Я сам проживу этот опыт. Сам получу этот глубокий опыт переживания пребывания в России. Чтобы передать эти ощущения где-то еще. О Сати Саи Бабе. Потому что Баба сегодня все больше и больше показывает этих чудес в нашей жизни. Сейчас больше, чем даже раньше это было. И у нас есть видеосюжет. Очень много видеосюжетов, где мы можем видеть выступления с вами. Как можно ожидать наши ощущения? А, видя все это, как мы можем сказать, что он нас оставил? Видя все это. Если бы он вас оставил, как же он мог появляться на этих видеокадрах? Он не оставил вас. Может, вы его можете оставить. Вы знаете, что Баба Райта сказал? Даже если вы оставите меня, я вас никогда не оставлю. Вы знаете, что Баба говорит? Я буду преследовать вас до конца, пока не осуществлю все то, что я должен осуществить. Пока не получу желаемого результата. И он достигнет через вас то, что он желает. Вам никуда не ускользнуть от с вами. И как только он получит это, окажетесь внутри Саи. То есть будет полное согласие с временем, что ли. И мы будем особо благословлены этим ощущением. Ощутить эту Божественность во всей полноте и силе в себе. И Баба продолжает говорить. Не беспокойтесь о садхане. Не беспокойтесь о каких-то ритуалах. Не беспокойтесь. Пусть это вас не беспокоит. Не надо как бы мучить себя. Но вот что важно. Достаточно, если вы верите, что я внутри вас. Зачем бояться, когда я здесь? Этого будет достаточно. Достаточно того, что он с нами, и что он поможет позаботиться о нас. И этого будет достаточно. Разве у нас нет такой веры? Разве нет вот такого ощущения, что мы верим в это? Что его везде сущность, везде присутствует. И вот еще одно такое важное заявление Баба сделал. У вас есть семья. У вас есть дети. У вас есть работа. У вас есть друзья. Есть люди, с которыми вы проводите время. А как насчет меня? Я что, никто? Вы же моя компания. Я это и вы. А вы мои. Я же не могу жить без вас. Это то, что говорит Сати Сайя. Баба говорит, я не могу жить без вас. Я никогда вас не оставлю. Какое важное заявление, не правда ли? Очень важное заявление. Вы можете не знать. Баба говорит, вы можете не знать, но я за вами. Я вас. Вы не можете видеть вашу спину. Но спина так, она остается спиной. Вы можете сказать, что у меня нет спины? Нет. Спина существует. Вот взгляните, посмотрите, обернитесь на свою спину. Это невозможно. Потому что сразу боль в шее окажет. И подобным же образом, Баба даже за вами. Впереди вас. В вас. И вот это чувство мы должны нести в себе. И вот этот опыт мы должны ощутить. И я также посетил Сан-Франциско. И был город, близкий к Сан-Франциско, Сент-Клара. И неподалеку от Санта-Клара они организовали также встречу. И я был также там. И там я также встретился с друзьями. Ну, конечно, с сай друзьями. С которыми я раньше не встречался. И вот в этом густом лесу. На вершине горы. И там все это находилось. И мы туда взбирались на машине. И рядышком был обеденный стол. И я в какой-то момент начал говорить с кем-то. О моих предпочтениях к еде. И там особые какие-то явства были представлены. И в какое-то короткое время, промежуток времени. Этот человек пришел ко мне. Он сказал, вы не из Гунтурия, есть ли? Вы не из Гунту? Я сказал, откуда вы знаете? Откуда вы это знаете? Этот человек сказал. Я не знаю, сэр. Я даже не знаю, где это находится. Я даже не знаю, где это все расположено. А вот этим утром. Баба пришел ко мне во сне. И сказал мне. Анил Кумар из Гунтурии приедет к тебе домой. И поэтому ему особую такую со специями еду организуй. Ну вот что я могу тут сказать уже? Что еще можно вообще тут добавить? Это все Сати Саи Баба. Это все Сати Саи Баба. Два-три года назад, несколько лет назад, я был в Чикаго. Там тоже была организована встреча. Да, это немножко такое отдаленное место, где мы находились. И один американец Я не знал вообще о ней ничего. Она тоже меня никогда не знала. И вот Баба вот так получилось, что нас связал, чтобы вот это все было организовано. Что удивительно. Что еще я бы мог сказать? Это было такое смешение разного рода просады, которое там было организовано. Баба всегда с нами. Он о всем заботится. Он вездесущен, вездесущ. И то, что, как нам кажется, отсутствует, это не говорит о том, что Бога нет. Бог – это есть все присутствие. Его время, оно безусловно, оно не имеет ограничений. Он всегда, вечно, во все времена с нами. Поэтому, мои друзья, я могу продолжать в том же духе говорить. Еще какое-то время. Но я знаю, что вас ждут в западной столовой. Что вам надо пойти перекусить. Я знаю ваши проблемы. И поэтому я не хочу, чтобы вы постились. Поэтому идите и кушайте. Покушайте хорошо. Пицца уже готова, поэтому надо поспеть. И поэтому я не хочу задерживать вас очень долго. Но Баба ведь меня сюда направил. И я пришел. И я получил наслаждение, пребывая в вашей компании. И такой взаимообмен произошел радостью. И поэтому Баба благословил нас. И теперь мы семья. И мир, покой, здоровье, процветание, преданность и жертвенность. И Баба все больше и больше вас будет приводить сюда. Он ждет вас всегда. Маха самадхи – это то место, где с вами ожидает нас. И оно ждет всегда вас. Подобно тому, как дедушка ждет своих внуков. И поэтому мы можем пойти и получить его даршан. И почувствовать эти вибрации от прикосновения Саи. И мы здесь это особо ощущаем, это прикосновение Саи. И мы знаем также, что его присутствие также и в России ощущается. Ощущайте его все присутствие и здесь. Но передавайте этот опыт, возвращаясь домой, его все присутствие. Подобным же образом, вибрации с вами останутся в вас навсегда. Будут направлять вас и вдохновлять вас. И через несколько минут… Могут быть какие-то основополагающие вопросы. Будьте свободны в этих, если есть какие-то вопросы. Несколько минут можно этому нам уделить. Еще раз хотел бы извиниться перед вами за то, что немножко задержал. Я хочу вам сказать, что я всех вас люблю. И всякий раз, когда группа из России приглашает меня на такого рода беседы… И наш дорогой брат Валерий всегда приглашает меня на такие мероприятия. Что еще мне нужно в жизни? С вами благословит вас. Спасибо вам. Благословит вас Господь. Духовная наука. Что мы подразумеваем под понятием «духовная наука»? Это понятие значит систематическое знание. Это знание исследовательского характера. Это знание, которое ведет нас к определенного рода исследованиям. Это поиск знаний в миру. Эксперименты. Наблюдение. Заключения, выводы, которые мы делаем в результате этих экспериментов. Лабораторные исследования. Наука – это изучение. Лабораторные исследования, которые нам приводят к каким-то доказательствам. Но нет выше знания, чем духовность. А почему? Потому что духовные тексты, духовные писания – это и есть наука. Поэтому научные знания – это лабораторные. А центры САИ – это тоже лаборатории. Но в САИ центрах лаборатории вы можете экспериментировать и получать опыт переживания. Все, что вы изучаете в этой миссии. Поэтому изучая эту миссию, мы получаем также опыт переживания этой миссии. И вот это все, что можно сказать о науке. Поэтому нет никаких других разветвлений науки, которые были бы более научными, чем духовность. Спасибо. Спасибо. А, вы тогда скажите, а потом переведите. Хорошо? Да, так что… А… Мы должны знать, что у нас есть. Мы также должны знать, что чем мы не обладаем, на Западе есть материализм. Поэтому им надо подчеркнуть ту духовность, которая присутствует на Востоке. А на Востоке есть духовность, но материализм им также необходим. И я должен получить от вас то, чего нет у меня, а вы получаете от меня то, чего нет у вас. То есть вот такой взаимный обмен. А это как бы обмен такой получается, потому что основой является духовность, а это как раз присутствует на Востоке. И вот под этим большим красивым деревом много красивых цветов, плодов, фруктов, листьев. А это как раз западный материализм. Можно сказать так, Восток это корень, корень дерева, а Запад это фрукты, плоды этого дерева. Потому что без корней не может быть плодов, а плоды также не могут, вернее, колька, не знаю правильно, одно без другого не существует. Поэтому нужно знать, что Восток это корень, а Запад это плоды этого дерева. Спасибо. 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 В тот момент, когда Свами покидал свое тело, это особый момент для нас. И вот нам хотелось бы знать, какое пошлание именно в этот момент передал нам. Мы знаем, что в конце концов, когда Свами был оставшим его тело, это был очень особый момент для всех нас. И что Свами оставил какой-то сообщение в конце концов? Очень хороший вопрос. Посмотрите. Видите? Очень хороший вопрос. Значит, будучи человеческими существами, это последнее его послание. Это нашим детям. Послание нашим детям, самым близким людям, что конец уже был близок. Но Господь, это не последнее какое-то слово, на котором все заканчивается. На самом деле, Господь это вечное, это то, что вечно не меняется. Посмотрите, как его миссия продолжает распространяться все дальше и дальше. На протяжении веков. И все это, вот это послание, эта весть, она распространяется в соответствии с той географией, где она должна быть. И это не можно, нельзя сказать, что вот это была последняя какая-то миссия. А это на самом деле вечная весть, вечная миссия. И все это послание, и все его послание можно выразить одним словом. Любовь, вот и все. Спасибо. А разве сейчас у нас этого взаимодействия не происходит? Вот сейчас и идет такой восток-запад у нас. Какие еще доказательства нужны для этого? Я люблю вас. А вы любите меня. И мы оба любим с вами. Он наш отец. Он наша мать. И я полагаю, потому что у родителей как бы двое сыновей. Один живет на западе, другой на востоке. А как еще взаимодействовать? Они должны как бы обращаться к отцу. Потому что основа это отец. А братство, что должно быть, это братство между людьми. Вот и все. И вот именно это братство может нас соединить. Спасибо. Спасибо. Многие люди говорят о 2012 году. Многие говорят о нем. Что вы можете сказать о нем? Все слухи, которые вы слышите относительно 2012 года, на самом деле они ложные. Это всего лишь догадки. Не верьте этому. 2012, 2012 все одно и то же. Какая может быть там разница? Какие разницы во времени? Все остается так же. Но это может просто разница во времени. Не беспокойтесь об этом. Баба с вами. Ничего не может произойти. Ничто не может потрясти вас. Ничто. Нет. Потому что. Потому что Баба это наш капитан. И он потому что капитан. И он штурман этого судна, на котором мы находимся. И поэтому наше путешествие будет безопасным. Все будет хорошо. Даже не беспокойтесь об этом. Спасибо. Валерий Олегович. Вы должны быть счастливы, что у вас такой прекрасный руководитель. Пусть Господь благословит всех вас. Пусть Господь благословит всех вас. Они говорят, что они все любят вас. О, это так? На самом деле. Они любят меня, но я их больше люблю. Мы ждем вас в следующем году. Я хочу говорить, петь и танцы. Нам не выглядит250. В저 я rulаю вам tremendous от�itters. Преданная из Германии хочет у нее очень переполнять чувства вчера, а она была просто потрясена тем концертом, который был исполнен вами. Это особый комплимент из Германии. Она просто была потрясена. Восхитительный концерт. Очень было сильное ощущение. Если каждый из вас возьмет этот цветок, и вот предложим этот букет нашему Господу. Это цветы любви. И пусть у каждого этот цветок любви будет. И я вам очень благодарен за этот прекрасный подарок. Пусть ваши жизни будут расцветать, как этот цветок, подобно цветковым, с ароматом этих цветов, чтобы красотой, чтобы этот сад любви русских преданных расцвел еще больше и больше. Садовая музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok